Если пристегивать ребенка именно так, в случае аварии ремень ему не поможет и даже наоборот может увеличить последствия столкновения. Статистика неутешительна. В прошлом году в дорожных происшествиях края пострадали более 300 детей. 20 остались инвалидами, 24 погибли. Основная часть из них – дети дошкольного возраста. Ремень безопасности находится у ребенка на шее. Он его полностью не фиксирует. При ДТП этот ребенок как минимум получит удушение и как максимум он будет извлечен из этого ремня и он с машины, транспортное средство просто выпадет. Чтобы этого не случилось, детей до 12 лет нужно надежно фиксировать в детском кресле. Этим правилам настолько пренебрегают, что не так давно детский омбудсмен Павел Астахов предложил ужесточить наказание для таких родителей. Мнение уполномоченного по правам ребенка было поддержано и в регионах. Однако Светлана Адаменко уверена – одними административными мерами тут не обойтись. Сегодня нужно больше внимания уделять как пропаганде, так и обучению правил дорожного движения. Причем не только теоретически, механически детям забивать голову правилами дорожного движения. Сегодня мы должны на практике объяснять детям, что такое опасность. Впервые о ремнях безопасности заговорили в конце 19 века. С тех пор появилось немало противоречий. Кто-то считает, что не сможет быстро выбраться из машины, если попадет в аварию. Кто-то думает, что требование пристегнуться ограничивает свободу человека. Многим просто неудобно, и они уверены, что без ремня смогут быстрее среагировать. Однако времени на реакцию очень мало. Все происходит за доли секунды. Согласно статистике, именно ремень сохраняет жизнь в 75 случаях из 100. Сотрудники ГИБДД вот такие будут выдавать всем участникам и нарушителям, и даже законопослушным гражданам, такие, значит, листовки. Где наглядно видно все-таки, что элементарные вещи, они спасают жизнь. Профилактическое мероприятие по детской перевозке будет проходить с 18 по 24 мая. Штраф за нарушение превышает 3000 рублей, а специальное сидение обойдется родителям в два раза дешевле, отметил начальник Краевого ГИБДД. Нужно сказать, что в дни рейда родителей будут не только наказывать. Также сотрудники управления посетят родительские собрания в школах и детских садах, где подробно расскажут родителям о важности детского кресла, а также покажут мотивирующее видео. Анастасия Романова, Мария Жирова, Роман Солодовников и Иван Датсунов. АТВ Ставрополь.